24 января текущего года состоялось первое рабочее совещание, на котором были обсуждены актуальные проблемы и перспективы развития системы социального обеспечения, вопросов доступности для людей с ограниченными возможностями объектов городской инфраструктуры. Был утверден план работы комиссии на первое полугодие 2018 года, в рамках которого состоялся выезд. Рабочая группа посетила 10 объектов. Она убедилась, что адаптированы такие объекты, как областная библиотека имени Султана Тарайгырова, Крендель, поликлиника номер 4, аэропорт и Гринвич. Не все так гладко оказалось в супермаркете Смол, нефтегазовом колледже, ПГУ имени Тарайгырова, кинотеатре имени Айманова и отделение областного филиала Народный банк Казахстан. К слову, пандус областной библиотеки был установлен еще в 1999 году. В областной библиотеке созданы все условия для того, чтобы инвалиды в разных категориях чувствовали себя комфортно. Вообще пандус, мне кажется, мы проходили несколько проверок, он соответствовал нормативам. В этом году мы ожидаем капитальный ремонт фасада здания, я думаю, что мы улучшим пандус, еще сделаем его комфортнее и удобнее для инвалидов. Отметим, что в областной библиотеке с 2014 года действует центр «Жан-Ашир», который обслуживает людей с физическими ограничениями. Он оснащен таким современным оборудованием, как тифлокомплекс. По словам Шолпанша и Ахметова, ежедневную библиотеку посещают 250-300 человек в день. Среди них 10-12 инвалидов. Мониторинг также охватил организации, в которых пока не созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Как пояснила руководство нефтегазового колледжа, они обучают по трем специальностям, где к работе не допускаются люди с ограниченными возможностями. А если кто-то из инвалидов проявит желание посетить их здание, то они внесут его на руках. Было выявлено несоответствие некоторых объектов на предмет доступности социально этих объектов, в связи с чем нами будут направлены рекомендации с целью их устранения. Как сообщили в городском Маслехате, работа в данном направлении будет продолжаться. Члены рабочей группы обследуют около 100 городских объектов. Азиза Исабайни, Избек Смогулов, Ертысинформ.